представляешь уже пошло да это я держал образец показывал сейчас говорили с олегом по поводу что получилось мы потом покажем на той стене и чему мы пришли вчера ну это олег уже слезы полил теперь я полью да пока хозяев нету сейчас мы раз я попытаюсь сформулировать свою мысль была идея что получится наслоение слоя перламб как она называется лазури с медью на слой лазури с перлынкой но в большинстве так в общем там было больше перлыны а второй слой мы наносили с медью но сам момент какой получился ну олег наверно уже рассказывал что это была рукавица такая декоративная меховая решили просто перекрыть подбирали подбирали металлический шпатель не подошел потому что прыгал тоже прыгал хотя мы это наносили этот слой когда мы говорили вам что это был железный шпатель а медь начали наносить но вот почему так чуть она темнее чем перлына потому что красного много медь отказались от железного шпателя отказались от там пробовали там просто мочалочка как-то добавлять там тоже отказались взяли большую мочалку тоже что не то вытирает вроде дошли до того что мочалка со слоем лазури разбавляла предыдущий слой говорил ты далее этот момент я просто тоже был так поражен чуть-чуть ловлю себя на мысли что вслух олега говорю олег ты так не нервничай а про себя думаю а про себя думаю это я про себя думаю ладно и вопрос хозяйка такая задает олег а вам нравится ну ко мне обращать а вам нравится но я понимаю сейчас на себе жесткий взгляд олега если ты сейчас скажешь что тебе не нравится тебе подсрачник знаешь такой я говорю ну в принципе она пока сырое ждал как выходим из положения мысленно на словах так а про себя думаем как это мы завтра будем все исправлять потому что на стене получаются конкретные медные пятна такие с размытыми островками белого практически ну как не белого а вот той фоновой под ну самой штукатурки вот этой модельной массы самой ну и думаем же про себя чем же живу наносить пробовали 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 в итоге взяли эту мочалку рукавицу перекрыли все получили вот такое вот пятнистость повытирали где-то на кстати вытиралась она именно на вот этих площадках да а пятнила из-за того что когда мочалку берешь ведро и на стенку наносишь то получается а там где 1 положился ну как говорится такая лужица до материала и ты его растираешь да во все стороны то вот там она вот как пятнышко и осталось а может быть даже вот в этом месте где большая лужица она и промочила материал и там потом начинаешь вытирать она именно и вытерла площадку то есть клей пришли к выводу что клей плохой может быть где-то подсевший уже подгулявший потому что в нем комки были то что мы говорили комки были да а может быть еще как нарушили такое маленькое правило которое вспомнили сегодня почему-то ну видишь нельзя всего вспомнить ну ребята признаемся всего в голове не удержишь кстати кстати и вам такой совет прежде чем что-то делать вот лучше вспомнить правило законы жанра там что на что не накладывается там колористику какую-то себе что будет то есть так немножко на шаг на два впереди так себя держите и может быть это вам поможет остановиться вовремя но сам факт вспомнили правило что лазурь с каждым слоем должна быть светлее и светлее вот запоминаем светлее и светлее если мы пойдем от противного как вот шпаклевки в нанесении именно фактуры то там работает закон наоборот все с точностью до наоборот от светлого к темному а в лазуре наоборот от темного к светлому вот такой вот ну это как правило хотя бывают так таки от чего это зависит бывает исключением наверное зависит от какой цвет выбираем и какой цвет накладываем может быть это работает может быть но в основном правило работает в таком режиме то есть штукатурки от светлого к темному ну в модельной массе а в лазурях в патинах от темного к светлому и тогда получается мой предыдущий слой не перед открываем а наоборот ему как бы подчеркиваем вот этим контрастом немножко там и получаем эту глубину может быть там и так далее ну вообще по ходу я еще раз покажу этот образец вот олег уже лампу поднес наверное для этого посмотрите вот это прошлый то что мы с медью сделали то есть он четко такой если так вниз посмотреть вот он четко красный вот пятно если олежка можешь наклонить чуть-чуть вот это место вот я не не вот камера вот это вот это вот вот четко медное пятно видно а тут не видно надо вниз угол вниз работает медь ну хорошо хорошо поверьте да поверьте что вот есть медные пятна когда смотришь угол вниз вообще все розовое такое вишневое такое а смотришь вверх золото работает есть да то на образце вот мы перекрыли сделали лазурь уже такую светленькую до светленькую и добавили там секретный ингредиент от наших друзей из израиля старые запасы то получили такой очень интересный эффект во первых она сравняла как сказать вот этот эффект резкости от красного к желтому вот отвину от меди к золоту такой плавный переход получился затонированный и появилась такая интересная особенность вот я держу чтобы четко было видно да на образце вот если так вот вот здесь будет вот здесь будет вот здесь будет видно вот здесь четко граница вот эта стена это образец здесь четко золото с медью да и и сами площадки светлые да а вот тут появилась вот как я называю там выступила соль такая знаете со стены такая вроде сколько выступила вот появились на краях вот здесь вот этот вот израильский материал вот это скорее всего он подал такую эффект такой светлого перламутра и вроде как побелели краешки раковинок вот этих побелели то есть вроде как песочек светлым стал что и требовалось нам здесь опять-таки осветлить комнату уйти от этого сильно медного и красного цвета да но и оставить вот эти сливовые пятна как был заказ у заказчицы что хочу вот акцент на стене вот чтобы все меня устраивает но вот в некоторых местах хочу вот цвет потолка вот этот сливовый такой вот мы пошли в медь а получили такой вот насыщенная сильно от чего приходится сейчас уходить то есть не совсем эта плачевная история оказалась и сейчас итог такой вот образец более светлый даже при разных углах вот если так у смотреть при разных углах он не совсем красный вот как стена ну и что можно так в догонку сказать заключение не бойтесь экспериментировать потому что именно в самих экспериментах рождаются очень хорошие бывают идеи и только когда ты исправляешь свою собственную работу получаем бывает какую-то новую такую работу а потом только себя ловишь на мысли что ты да а почему я вот раньше так не делал может быть так вот не бойтесь пробовать и ошибаться не про не бойтесь ничего страшного как бы не произошло просто нужно чувствовать да да и да это минус на минус дает плюс как в математике а в жизни это вообще бывали такие моменты что только на случайностях рождаются шедевры вот так поэтому ребята оставайтесь с нами мы вам покажем когда мы нанесем сейчас полностью уже всю комнату закончим тогда мы вам конечный итог она так немножко подсохнет и мы вам комнату всю покажем все не переключайтесь до побачили а